Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну или в семье Йонаса и Сегридур Жила бы в элитном районе Рекьявика и училась бы Верховой езде в местном Конном клубе Но в какой бы семье я не родилась, проблем с выбором имени у моих родителей точно бы не было. Когда я выбирала имена своим детям, честно говоря, я чуть не сломала голову от этого количества. А в Исландии никто не ломает голову. Знаете почему? Потому что есть тут четкий перечень имен, которыми можно назвать детей. И все, и никаких вариантов больше. Господи, есть Лена, Наташа, Маша, и все. Лично я против этого закона, но, увы, имена выбирают только из списка, утвержденного Госкомитетом. Если исландец захочет соригинальничать, нужно будет пройти не одну инстанцию и потратить кучу времени, чтобы это согласовать. Поэтому проще жить по правилам. Кроме этого, в Исландии отсутствуют фамилии. Есть только имя и отчество, которое заменяет фамилию. Если исландцы зовут, например, Йохан, то к имени его сына добавится отчество Йоханссон. А к имени дочери Йоханс дотер. Когда исландка выходит замуж, она не меняет свое отчество и не берет фамилию, вернее, отчество мужа. Поэтому у каждого в нашей семье абсолютно разные исландские фамилии. У меня и мужа от наших отцов, а у детей от моего мужа. Родители в Исландии не ломают голову не только над именем, но и над тем, где взять деньги на роды. Ведь здесь все бесплатно. Ну, разумеется, благодаря налогам, которые каждый исландец исправно платит. Женщинам не нужно ничего платить за роды, даже если было кесарево. Кроме того, после выписки каждая роженица получает послеродовой уход. Пять-семь раз в неделю ее бесплатно навещает акушерка. Она обучает кормлению грудью, наблюдает за физическим состоянием матери и ребенка, а также их психологическим здоровьем. Также после родов полагается девятимесячный декретный отпуск. Его можно как угодно разделить между матерью и отцом. Так как детские сады у нас неоправданно дорогие, после окончания декрета с ребенком будут по очереди сидеть мои родители и родители мужа. Пока ребенку не исполнится шесть лет и он не пойдет в школу, мы вынуждены просить родителей о помощи. В Рикьявике больше ста школ, в каждую из которых ходит 700 и более детей. А вот в отдаленных городах учеников значительно меньше. Я приехала в городок Бургарнис с населением в 1900 человек, чтобы показать самую типичную исландскую государственную школу. В ней учатся не только местные дети, но и те школьники, которые живут в ближайших селах. Их каждое утро привозят в школу автобус. Элинора одна из таких учениц. Сейчас у нее и узнаем, каково это учиться в Исландии. Так, Элинора, значит, это у вас раздевалка, и вы тут оставляете свою одежду, да? И подожди, вы снимаете обувь и ходите босиком? Да, конечно. Подожди, у вас на улице сейчас ноль градусов, и вы ходите вот в таких вот... Они же тряпочные просто кроссовки. А тебе не холодно ногам? Нет. Я... Я... Да ладно, вот это... Ну вы закаленные, наверное, с детства, да? Конечно, иначе никак. То есть вы так оставляете обувь и заходите в эту же школу, да, начинается? Да. Хорошо, хоть мне разрешили остаться в обуви и не морозить ноги. Мне мама говорила, Жанна, не ходи босиком, потому что простынешь. Мне так мама все время говорила, я тебе серьезно говорю. И тут приезжают, а тут дети все ходят босиком. Я ничего не понимаю. Так, идем дальше. Детей надо закалять с малых лет. Мы не запрещаем приносить смену обувь, но родители сами заинтересованы в том, чтобы их ребенок привыкал к холоду и нормально его воспринимал. А теперь заглянем в столовую, в любимое место всех школьников. А тут, прежде чем зайти в столовую, надо руки, да, продезинфицировать, правильно? Да, обязательно. Супер, и не нужно мыть. С мылом вот это стоять, высушить потом. Так, хорошо, ну идем, покажем мне, чем вас кормят. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, почему некоторые дети ходят босиком и в шапках? Я вот смотрю, что многие дети в шапках. Почему? Наверное, ногам тепло, а голове холодно. Ха-ха-ха-ха-ха! Как интересно! Серьезно, да? Тебе холодно на голове? Вообще-то да, зима на улице. Окей, все, приятного аппетита. Видишь, голова мерзнет, а ногам по холодному полу ходить нормально. Вот это жизнь других, так жизнь других идти, хочу сказать. Школьное образование в Исландии абсолютно бесплатное. Единственное, за что платят родители, это еда. Один обед обходится в 500 крон. Ну что ж, посмотрим, что входит в эту сумму. Так, значит, что это у нас? Это йогурт? Да, йогурт сегодня основное блюдо. Ага, это ваниль, да, а это что такое? Клубника, да, наверное? И бутерброды с маслом и сыром. Я правильно понимаю? Вот это мне понятно, вот это я понимаю. Но это, очевидно, перекуска, это не основной обед у вас? Нет, это наш полноценный обед. А там, не знаю, котлету, сосиску, бургер, там, суп вам не дают? Бывает. Каждый день разное меню. А, то есть другие дни вам дают, да, нормальную еду? Да, я уже испугалась. Так, хорошо. И что, еще молоко, да, вам дают? Такое холодное молоко? О, конечно, холодное, надо же закалять организм. А у тебя твои одноклассники часто болеют? Болеют, конечно. Так, слушай, так какой смысл вам закалять, если вы все равно болеете? Вот мы ходим в сменки, пьем теплое молоко и ходим в школе без шапок. И тоже иногда болеем. То есть получается одно и то же. Но это так неуютно мне кажется. Но это мне кажется, знаешь, я привыкла, видишь, по-другому. О, господи, какой у вас шикарный вид, мама дорогая. От этого вида оторваться просто невозможно. Так, пришел на обед, йогурт залил молоком и любуешься вот такой лепотой практически. А это ваш бассейн? Да, там проходят наши уроки. Уроки по плаванию такие же обязательные в наших школах, как математика и литература. С первого по десятый класс на протяжении всего учебного года, вне зависимости от погоды, все ходят в бассейн. Мы ведь окружены водой. Мы просто обязаны уметь хорошо плавать. А как вы плаваете? У вас 0 градусов, у вас 10 градусов летом. Ну, немного холодно. Нет, нет, немного. Как понять немного? У меня, я не знаю, если там на улице 40 градусов, и тогда, может быть, уже как-то мне приятно. А как у вас 20 градусов максимум летом? То есть у вас все время холодрыга такая. У вас открытый бассейн, вы прямо вот идете в купальниках, в этот бассейн, по улице? Да. Поистине жизнь других. Пока в наших школах мы прыгаем через козла и лазаем по канату, исландские школьники вовсю плещутся в бассейнах под открытым небом. О, пойду посмотрю поближе на это действо. Только в куртке и в обуви, и в бахилах. Ну, бассейн же все-таки. Вот тут у детей проходит урок физкультуры. Тут вот для младших классов, а тут для старших классов. Представляете, на улице плюс один. Честно говоря, я расстегнулась, чтобы было хоть чуть-чуть красивее, ну, получше выглядело, но на самом деле очень холодно. А вода? А вода теплая-теплая! Боже мой! Я бы даже залезла. Ой, какая теплая! Саш, потрогай буду. Потрогай. Тепленькая? О, видишь, оператор говорит, что тепленькая. Класс! Вот это урок физкультуры, вот это я понимаю. Но холод собачий! Как бы сурово это ни выглядело со стороны, школьные уроки перерастают в любовь к плаванию на всю жизнь. В любом городке или поселке обязательно есть общественный бассейн. С утра и до ночи они переполнены посетителями. Исландцы не упускают возможность после активного рабочего дня поплавать под открытым небом, наслаждаясь пейзажами, а иногда и северным сиянием. На вопрос о том, как провести вечер в Исландии, обычно предлагают отправиться в бассейн. Там все от грудничков до стариков сидят в горячей воде из геотермальных источников. Исландия – страна мечты. Гейзеры, северное сияние и действующие вулканы есть не везде. Чтобы стать счастливчиком, который все это увидит, обращайтесь в компанию «Джаз Ту» и ваша поездка будет незабываемой. Природа щедро наградила Исландию красивыми пейзажами и горячими источниками. На гейзеры и спящие вулканы ежегодно приезжают посмотреть несколько миллионов туристов, что почти в 10 раз превышает численность населения страны. После извержения вулкана к нам хлынула волна туристов. Мы с трудом справляемся с таким потоком желающих увидеть Исландию. Но нам грех жаловаться, ведь за прошлый год страна заработала на туристах 2 миллиарда долларов. Кроме красивых видов, Исландия также богата морепродуктами. Рыба даже изображена на исландских монетах, а от ее экспорта зависит экономика страны в целом. И пока половина Европы покупает исландскую селедку, местные жители предпочитают акулу. Причем не совсем обычную. Национальное блюдо Исландии – хаукарль. Нарезанное мелкими кусочками мяса гренландской акулы. Все бы ничего, вот только запах скорее напоминает что-то мертвое, а не живое. Но если подобрать правильный крепкий напиток, то будет в самый раз. Ни один национальный праздник не обходится без этого блюда. Я ем акулу максимум раз в год. Зато на всех семейных праздниках она обязательно стоит на столе. Знакомьтесь, это гвузьон. Он и его семья собственными руками разделывают гренландских акул и вялят их мясом. Вот таким вот образом на протяжении почти полугода мясо достигает готовности, так сказать. Если бы на улице была плюсовая температура, то от мух отбоя бы не было. Ведь запах тут стоит еще тот. За год мы покупаем около 80 акул у местных рыбаков. По итогу всего 8% мяса пригодно к употреблению. Один килограмм готовой продукции мы продаем за 8 тысяч крон. За месяц можем заработать от 1 до 3 миллионов крон. Неплохой доход, как для небольшой фермы. До недавнего времени рыбаки даже неплохо зарабатывали и на вылове китов. В Исландии, в отличие от всего мира, он был разрешен. На рыбной бирже собралось такое количество китового мяса, что его хватит на несколько лет. Поэтому пока вылов китов под запретом. Но находчивых исландцев это не остановило. Несколько раз в день они вывозят туристов на морскую прогулку с китами. И неплохо на этом зарабатывают. Капитан Магнусон пригласил меня на одну из таких прогулок. Китов я, к сожалению, так и не увидела, зато в капитанской рубке немного порулила. Как мне обидно. Я так хотела посмотреть китов. А вы их как-то вычисляете? Вы как-то их видите по ультразвукам каким-то? Или как бы просто увидели, что выпрыгнул и все? Да, у меня есть несколько радаров, которые могут показать, что вблизи движется что-то большое. Поэтому мы стараемся догнать этот объект. И если это кит, то плывем за ним. Я поняла. И сегодня никак их нету. Да ну так что, они вчера вышли на прогулку, сегодня отдыхают практически, да? Ведь понятно. А можно я посмотрю в бинокль ваш? Прошу. Ого, какой у вас бинокль. Боже, так ничего не видно в нем. А, видно, видно. О, как интересно. Однако, вот я вижу, вон там идут, обнимаются на берегу. Ого, как далеко видно. Здорово. Слушайте. Ну, китов не увидим, так хоть и красоты посмотрим. Капитан Магнусон в месяц зарабатывает около 600 тысяч крон. Говорит, что для жизни в Риге веке хватает, но повышение зарплаты не помешало бы. Чтобы комфортно чувствовать себя в Исландии, особенно если ты живешь в столице, лучше получить диплом о высшем образовании. Это займет от двух до четырех лет, зато всю оставшуюся жизнь ты сможешь претендовать на высокооплачиваемые должности. Средняя зарплата по стране составляет 400 тысяч крон. Начинающий учитель будет зарабатывать от 350 тысяч. Работник банка от 600 до 800 тысяч крон. А вот полицейский будет зарабатывать не менее полумиллиона в месяц. И это уже после вычета налога, который составляет от 35 до 42 процентов. После окончания университета я планирую заниматься компьютерными технологиями и сделать прорыв в этой области. Стоимость одного семестра в исландском вузе стартует от 150 тысяч и достигает 800 тысяч крон. Не дешево, но оно того стоит. После получения диплома 90% выпускников находят себе работу по специальности, после чего многие из них до пенсии трудятся на одном и том же месте. Я часто слышу от вас, как вам надоела ваша работа. Сидеть целый день в офисе, это так нудно, так неинтересно, так хочется что-то поменять. А вот в Исландии никто ни о чем не беспокоится и не хочет ничего менять. А знаете почему? Потому что они спокойно могут совмещать сразу две работы. Например, рыбак может работать танцором балета, а инженер быть писателем-фантастом. Представляете? Да, это реально. Вот и мой знакомый Магнус уже 10 лет успешно совмещает работу финансиста и управляющего конной фермой. Коллеги на одной и на другой работе знают, что я совмещаю несколько сфер деятельности. Многие из них и сами имеют отдельный бизнес или превратили хобби во вторую работу. Нам удается успевать все и быть успешными в любом деле. Месячный доход Магнуса может достигать полутора миллионов. Ведь туристы обожают его ферму, а местные приводятся до детей, чтобы научить их верховой езде. Чаще всего одна работа у исландцев для души, а вторая для заработка денег. А что, удобно и любимым делом занимаешься, и прокормить тебя всегда сможешь. Я актер самого известного спектакля в Исландии, но я без проблем совмещаю свою актерскую карьеру с должностью осветителя в этом же театре. Театр Харпа, в котором работает Кертон, любимое место каждого исландца. Тут кипит культурная жизнь. Спектакли, балет, симфонические концерты проходят здесь всегда с аншлагами. Неудивительно, ведь он единственный во всей стране. Наравне с обычными жителями даже местные знаменитости не упускают возможность трудиться на двух работах. Как бы странно это ни звучало. Одно время я сотрудничал со сборной Исландии по футболу. Так вот, бывший тренер совмещал тренерскую работу с зубной практикой. А вратарь этой команды подрабатывал режиссером рекламных роликов. Но не работа единой живут исландцы. Ближе к 30 годам каждый житель старается обзавестись семьей. Чтобы узнать немного о семейной жизни, я отправилась в гости к Йонасу и Сегридур, которые живут в самом центре Рикьявика. У вас двое детей. Сколько вы живете вместе уже? Мы живем вместе всего три года, а мой старший сын от предыдущего бойфренда. То есть, ну, вы не женаты. Ну, отвечай. Давай. Не рада, знаешь, как жена сразу. Давай. Нет, в этом нет никакого смысла. 65% детей Исландии являются внебрачными, так как более половины семейных пар в стране живут без штампа в паспорте. Сейчас женятся только религиозные люди. А так в этом нет смысла, ведь законы одинаковы и для женатых пар, и для тех, кто просто живет вместе. В случае расставания все будет делиться согласно закону. Делать свадьбу в Исландии очень расточительно. Лучше потратить эти деньги на что-то стоящее. Так эта пара и поступила. Все свои сбережения они потратили не на торжество, а на первый взнос за квартиру. Наша квартира в 60 квадратов стоит 35 миллионов крон. Если у вас есть 15% от стоимости жилья, банк имеет право выдать оставшуюся сумму в кредит. Теперь у нас есть квартира. Это куда лучше свадебные вечеринки. Вот такие они, рациональные исландцы. Слушай, а это правда, что здесь, чтобы жениться, нужно проверить родство? Потому что тут очень мало людей, и очень сложно найти себе человека, чтобы он не был твоим дальним-дальним родственником. Есть специальный сайт, но мы там ничего не проверяли. Я проверяла. Серьезно? Да, проверяла? Хорошо, что между нами, но прям очень дальнее родство. А как ты проверяла? Вела наши полные имена, даты рождения, сайт выдал наши генеалогические древа. Все проверяют, да? Я думаю, многие проверяют, но это скорее прикол. У нас небольшое население, все своих родственников знают в лицо. У меня, например, даже мыслей не возникнет залезть и искать сайт родственник Леон. А у вас, даже если это не прикол, все равно это есть. Это очень интересно, конечно. Население Исландии чуть больше 350 тысяч, поэтому мы так или иначе приходимся друг другу родственниками. Поэтому мы просто обязаны проверять по генеалогической базе свои вторые половинки, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Большая часть года в Исландии темная и холодная. И лишь с мая по август местные жители наслаждаются теплом и солнцем. Ну, если это можно так назвать. А у вас вообще есть летняя одежда? Совсем немного. У меня несколько сарафанов и пара шортов. У моих мальчиков не больше. Но у вас же летом сколько градусов максимально? Около 15 градусов. Выше почти не поднимается. И это уже прямо тепло-тепло, да, наверное, уже? Ай-яй-яй. Тепло до тех пор, пока светит солнце. Многие умудряются даже позагорать. Это единственное летнее платье в моем гардеробе. Прошлым летом так и не носил эту футболку. Только летом удается надеть эти туфли, когда с мужем иду в театр. Эти шорты я ношу одну неделю в году. Отсутствие жаркого лета не трагедия для исландцев. Ведь за витамином Д они с удовольствием летают в теплые страны. Самое популярное направление для путешествий – это Испания. Все жители Исландии обожают туда летать, ведь там почти всегда тепло. С теплом не очень повезло, да. А зато у Исландии есть другие преимущества. А безопасно здесь, правда, вам жить? Да. Да. То есть вы можете прям не закрывать дверь, вы не переживаете, что, не дай бог, кто-то может чужой зайти. Да, все-таки есть. У нас очень безопасно. Я с детства привык отставлять двери открытыми. Несмотря на полную безопасность, я люблю все закрывать. Мне так спокойнее. И Йонаса постоянно прошу это делать. Я настолько уверен в безопасности, что не запрещаю детям гулять допоздна на темных улицах и часто забываю закрыть гараж, в котором много чего хранится. Я несколько раз забывал свой мобильный на остановке и в кофейнях. А когда возвращался за ним, он всегда лежал нетронутым на том же самом месте. В Рейке Авике все знают друг друга. Тут часто можно увидеть открытые двери, ключи на сиденьях автомобилей и детей в колясках, оставленных без присмотра на входе в кафе, бар или магазин. И это неспроста. Исландия неоднократно признавалась самой миролюбивой страной, а также лучшим местом для проживания. Всю эту красоту можно увидеть своими глазами. В организации незабываемых экскурсий вам поможет компания «Джастур». В Исландии настолько все спокойно, что здесь нет армии. А нам во время дежурства даже не выдают огнестрельное оружие. Местные жители говорят, что полиция занимается в основном тем, что в субботу и воскресенье по ночам подбирает тех, кто выпил лишнего в местных барах и развозит их по домам. Сейчас узнаю непосредственно у полиции, каково это работать в самой безопасной стране в мире. А что? Привет! Я немного была в полицейских участках, хочу тебе сказать, но очень интересно. Покажи мне тут все. Так интересно! Подожди, а что там? Камера? Это камера? Ну? Покажи, а что это за камера? Там что? Люди у вас сидят? Какие-то бандиты? О, да! Тут пусто. Да? Боже, а как, слушай, какое уютное, чистое помещение. У вас тут часто приходят люди, сидят здесь? Тут преступники находятся максимум час. А за что вот могут задержать, чтобы здесь вот сидеть час? Если человек выпил лишнего и вел себя буйно. А, вот так вот, да? А потом они посидят тут час, и что потом с ними выпускаете, они трезвеют и идут домой? Либо отпускаем, либо переводим в другой участок. Приятная камера. Светло, тепло, сухо. Матрасик есть. Я никогда просто не сидела, ты понимаешь, таких. Ну, в принципе, и посидеть можно. У вас такая погода холодная, что, в принципе, тут даже лучше, чем на улице. Так, а смотри, кто-то написал на стенке. Ты видишь, какой-то хулиган. Угу, надо руки оторвать ему. Так, ну что, идем дальше. Хочу отметить, за несколько часов в участке я так и не увидела ни одного преступника. Слушай, а что это за полицейский участок, где такая тишина? Мы привыкли работать в спокойной обстановке. Кабинеты так все чистенько, картины висят, карты висит. Так, ты мне скажи, пожалуйста. В чем дело? Что это за полицейские красивые, которые все время улыбаются? У вас вообще что-нибудь происходит? Я не знаю, убийства, грабежи, бандитизм, хулиганство, в конце концов. У нас очень мирно. Что говорить, если в тюрьмах у нас сидит всего 200 преступников? Как скучно вы живете тут, хочу тебе сказать. Мне даже оружие не выдают. У меня тогда вопрос. Идешь ты по улице, вот такая вся в бронежилете, и я не знаю откуда-то, с небес. Вдруг оказывается перед тобой бандит. И что ты будешь делать без пистолета с ним? Закричу или достану дубинку. Будешь кричать? Возьми меня в полицию. Поверят моего голоса, разбегутся все. Слушай, ну а помимо офиса вы еще, может быть, патрулируете где-то по улице? Да. Да пошли мы, давай поедем, поедем, покатаемся. Сейчас проверим, может быть, опасность поджидает нас во время патрулирования. О, прям даже волнуюсь немного. Так, ну что? Ой, ой, господи, ой, слушай, как интересно. Приспределиться, да? Сейчас, подожди. Ой, что, музыка есть у тебя хорошая? В машине, а? Кто у тебя? О. 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 Мы ехали, 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 но ни с чем опаснее радуги мы тут так и не столкнулись. Вот, скажи, мы с тобой уже полчаса ездим, природа, дождь, серость, и ничего не происходит. Ты вот так вот катаешься целый день, да, развлекаешься, и так вот спокойная у тебя такая работа. Уверяю, это совпадение. Обычно что-то да происходит. Ну и сколько у тебя, вот, предположим, в день может быть вот преступлений, вызовов, вот сколько? Бывает по-разному. Бывает по-разному. Иногда полно работы, а иногда затишье. Ну, как сегодня. А давай, а давай кому-то остановимся и попросим у него документы. Давай, я хочу посмотреть. Можем? Давай, давай, как в кино. Ты будешь хороший, плохой полицейский, давай. Ну что ты, это очень небезопасно. Я без напарника, а вдруг нападут? Лучше не будем рисковать. А, то есть, да. Ну и потом я тебе хочу сказать, дождь начался, не будем. Хорошо, да, ты права. Знаешь, хотели уже, но не пойдем. В следующий раз как-нибудь. Ну что ж, пожалуй, более безопасной страны я еще не видела. Теперь неудивительно, что многие бесстрашно живут в частном доме вдали от города и других людей. Как, например, Харпа. Несколько лет назад она закончила строительство частного дома, который я вам сейчас покажу. Ну, вот, ребяточки, мы в стандартном доме в Исландии. И меня встретила, видите, кто Мини. Нет, ну, конечно, тут живет не только Мини, тут еще живет и хозяйка, но она не захотела сниматься, поэтому вы не думайте, что я тут одна хожу. Харпа, наверху, да? Харпа, ты тут? Да, да. Пока хозяйка занялась домашними делами, мы посмотрим, как живут настоящие исландцы. Ну, хозяйка сказала, что с удовольствием показывай миллионам зрителей наш дом. Поэтому, вот, значит, мы уже и в спальне оказались. Вот стандартная спальня в Исландии. Слышите, кукушка. На часах всего пять вечера, а за окном уже ночь. Из-за того, что день короткий, во всем доме практически постоянно горит свет. На электричество у хозяйки уходит 30 тысяч крон в месяц. Но если бы она жила в пределах города, то больше 6 тысяч на него бы не тратила. Природа щедро наградила Исландию. Гео-термоэлектростанции вырабатывают электричество с помощью подземных источников. Поэтому на коммуналку мы тратим копейки. Ой, слушайте, какой-то дом невероятный. Такое ощущение, что это, знаешь, тут живет жена Деда Мороза. Понимаешь, тут праздник круглый год. 65 квадратных метров этот дом стоит. Вот тут много цветов, много простора, много света. Но это как-то потрясающе. Минечка, дорогая моя, и собачка, видите, шпиц. Сейчас этот дом оценивается в 20 миллионов крон. Но прежде чем его построить, хозяйка потратила немало сил и денег. Только проведение воды обошлось в миллион. Не говоря уже про другие коммуникации. Слушайте, ну здесь в округе ни души. Этот дом стоит вообще на отшибе. Ну серьезно. Харпа, а вам тут не страшно жить одной? Нет, нет. Тут безопасно. Ну вот, говорит, не-не-не-не, я поняла, значит нет. Потому что это безопасно. А двери вы на ночь закрываете? Конечно. А зачем закрываете, если не страшно? Сильный ветер. И с этим не поспоришь. Ну, в общем, ребята, что вам сказать? Вот тут вот мини сидит, смотрит телевизор, да, моя куколка золотая? Смотришь программы «Жизнь других»? Нравится тебе? Если что-то я тебе могу забрать, у тебя будут еще братья и сестры. Единственное, что я еще не видела, это ванная. Что касается горячей и холодной воды, то она попадает в краны исландских домов прямо из природных источников. Она настолько чистая, что не требует дополнительной обработки. Холодную воду можно спокойно пить, а вот горячая имеет небольшую особенность. Она пахнет сероводородом, который напоминает запах протушивших яиц. Но, заглянув в ванную, я никаких странных запахов не почувствовала. А, ну тут, ребят, ну тут тоже все стандартно. Стиральная машина, душевая кабина, унитаз, раковина. Все светло. И я хочу сказать, что я вот заметила, здесь в домах у них очень-очень чисто. Как-то очень хорошо ухаживают за своими домами. Да, Минечка? Моя девочка. В Исландии в частных домах нет ни садов, ни огородов. Всему виной почва. Ведь всего один процент почвы в Исландии пригоден для выращивания овощей и фруктов. Но, несмотря на это, кнутеру удалось построить огромную теплицу и обеспечивать половину страны свежими помидорами. Ежедневно мы продаем тонну помидоров. Также мы выращиваем перец, огурцы и даже клубнику. Конкуренция небольшая. Каждая теплица специализируется на чем-то одном. До недавних пор даже бананы выращивали. Но они оказались нерентабельными. Бананы – это интересно. Если б недорогое производство, то Исландия могла б с легкостью стать банановой республикой. Но, увы. Что, думаете, Жанка остепенилась и наконец-то занялась спортом? Ошибаетесь, мои дорогие. Я пришла в дом престарелых, так сказать. На-на-на, сейчас закончу и пойдем дальше. Для всех жителей Исландии пенсия наступает в 67 лет. Ежемесячные выплаты состоят из двух частей – универсальной пенсии по старости и профессиональной. В среднем пенсии составляют около 200 тысяч крон. В Исландии не принято, чтобы дети следили за своими родителями, когда те выходят на пенсию. Поэтому на пенсии они с удовольствием идут жить в дом престарелых. Причем по собственной воле. Правда? Сейчас поедем гулять. В каждом крупном городке есть свой дом для пожилых людей. Чтобы сюда попасть, многие стоят в очереди по несколько лет. Хельге повезло гораздо больше. Как только ей исполнилось 67, она переехала сюда. И вот уже год, как она здесь живет. У нас как однокомнатная квартира. И там и ванна есть, да, и все. И кухня даже маленькая есть. Вам тут очень хорошо, я думаю. Тут замечательно. А к вам ваши дети, родственники, внуки приходят часто? Да, каждую неделю я встречаю гостей. Мы сидим тут у меня, болтаем, пьем кофе. А чем вы еще занимаетесь здесь, вот помимо того, что к вам приходят в гости друзья, родственники? Вот что еще любите делать? Люблю йогу, уроки по пению. Вязать просто обожаю. Проживание в таком доме стоит 300 тысяч крон в месяц. В эту сумму входит отдельная комната, питание, постоянный контроль врачей и различные групповые активности, которые только душа пожелает. Хельга всю жизнь работала медсестрой, и сейчас ее пенсии хватает ровно на то, чтобы оплатить дом престарелых. Вы сами платите за то, что вы живете здесь? Дети вам не помогают? Нет, что вы, я сама покрываю все свои расходы. А, то есть не принято, чтобы дети платили за родителей? У нас каждый сам за себя. Я почти всю жизнь готовилась к пенсии. Моей маме не хватало ее пенсии, чтобы оплатить дом престарелых. Поэтому разницу покрыло государство. В нашей стране все жалуются на высокие налоги до тех пор, пока не придет пенсия. Ведь именно благодаря им государство и помогает пенсионерам. А вот это все ваши дети, внуки, да, у вас состоят? Да. Тут в Исландии не принято, чтобы вот уже взрослые родители жили вместе с детьми? Нет, это большая редкость для исландцев. А почему? Каждый должен жить своей жизнью. Мы знаем, что придет время, когда мы состаримся и сможем стать обузой для своей семьи. А вам не грустно от этого, что пришло такое время? Не грустно. Я люблю своих детей и внуков, поэтому сейчас нам будет гораздо лучше по отдельности. Когда лучше жить в Исландии? До пенсии или на пенсии? Сложно сказать. Каждый период по-своему хорош. Одно могу сказать точно. Сейчас я как никогда счастлива. Ведь глядя на фотографии своих детей и внуков, я понимаю, что моя жизнь прошла не зря. Как важно в этом мире ценить то, что не купишь ни за какие деньги. Жизнь в Исландии, как спящий вулкан, красивая, тихая и спокойная. Здесь на улице ты встретишь мало людей и машин, но все жители знают друг друга. А развлекаться люди ходят в один единственный театр. Да, возможно, кому-то такая жизнь может показаться скучной и однообразной, но самим исландцам все нравится. Единственное, чего им не хватает, это... Солнечного света, теплых дней. Любви. Свежих фруктов. Новых лиц. Развлечений. А я люблю все, как есть. Какой прекрасной ни была бы жизнь, людям всегда будет чего-то не хватать. И слава Богу, что у всех у нас есть своя жизнь. Потому что в жизни других мы никогда до конца не разберемся. Почему? Потому что это жизнь других. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова